Я предлагаю сейчас всем, руководству страны, президент, спикер, премьер-министр, ребят, вы заклебываетесь и вы заклебнетесь. И заклебнутся даже те люди, которые искренне сегодня пытаются что-то сделать и помочь людям. Поэтому я предлагаю следующее. Давайте все политические партии, которые сегодня либо представлены сегодня в парламенте Республики Молдова, либо представлены на местном уровне. Понятно, у нас там в Минюсте 50 партий, где больше 20 существует только на бумаге и так далее. Но сегодня есть активные люди, в которых тоже есть врачи, инженера, просто организаторы, не самые плохие. И предлагаю вам сегодня, чтобы даже те партии, вот, например, партия сегодня имеет населенные пункты, в которых проживает 5% от населения страны. Значит, я даже про них говорю. Я не говорю про нас, потому что у нас там, мы победили в 9 городах, да, районных центрах на последних выборах. Значит, есть партии, которые набрали меньше. Но сегодня увеличьте состав комиссии. Во-первых, пришло очень правильное распоряжение, значит, от господина Харабаджил, Вице-председателем, вице-председентелем комиссии, пенту ситуации эксцепциональной Республики Молдова. То есть, президенты комиссии, пенту ситуации эксцепциональной, али организаторов публики и локали, ла нивелу 1, 2, шавутага гозя, То есть, я на муниципальных предприятиях, кто смотрел онлайн на прошлой неделе, сказал, чтобы каждый руководитель начал с собой приглашать еще по 2 человека, либо, чтобы не подвергать всех риску, организовать видеоконференцию, чтобы они смотрели за нашими заседаниями, чтобы, не дай бог, если заболеет руководитель, остается зам. Нет руководителя и зама, чтобы мог исполнять главный инженер, главный бухгалтер, ведущий экономист. То есть, это нужно все расписать, чтобы не проснуться в один день, чтобы все заболели. То, что я предлагаю правительству, приведет к тому, что сегодня исчезнет любая критика. Мы все вместе с вами будем работать на заседании каждый день на чрезвычайной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Платформа ДА, Пасулу Маясанду, Партиду Коммуништеву, универонинарию экспириенсы, форти богат, как он дукотор. Партиду, чтобы мы были включены все вместе, чтобы мы не берем внимание. Я помню, что в этот момент, пока мы не начнем из кризиса, и как будет работать эта комиссия, не будет ни наше критика. Вы можете узнать, как эти проблемы мы решим, если я, например, в этой комиссии, в первую очередь, в Кишневу. Де муфте рау организат унавион чартер, саду дадус тот утилажул дикар ау не вои спиталили, тоати феллор диким памин специале пентру медичи, тестури шажа май департ. Деч я деаста веѕс мау коп ка за вхос бун кунуаш малес чеи карин куноск активitateа муултими двадцатия не штиу каа ам фос форте бун. Я бе на пример занимаса этим. Я завтра выйду к вам вечером, да? Может в обед. И я вам завтра докажу как на каждой позиции либо крадется от одного миллиона евро и выше на всех тех, которые сегодня в стране не хватает. На каждой позиции подчеркиваю. Позиция номер один, например маски, стока там пилится, респираторы, сток и так далее, и так далее. Я вам покажу завтра цифры, вы просто офигеете. На одной только этой позиции из-за накрутки в сто пятьдесят сто семьдесят процентов некоторых так называемых экономических агентов только за эти деньги можно было организовать несколько грузовых самолетов висе при висе. Я вам это завтра на калькуляторе просто докажу. Я сейчас собираю всю фактуру и на эту тему поговорим тоже завтра. Поэтому сегодня все должны объединиться. Есть сегодня очень много политических партий, многие которых сегодня люди ненавидят. Я не предлагаю оставаться в стороне и просто дальше критиковать. Нет, я предлагаю сегодня всем засучить рукава и всем, но работать вместе, не получать задания. Вы там то, вы там это и так далее. Сегодня если расширить эту комиссию, то решатся проблемы, поверьте мне, в течение максимум пяти-шести дней с организации частного самолета с медикаментами по себестоимости из Китая и не только Китая. Значит, сегодня решится проблема диаспоры и люди не будут сидеть где-то за рубежом и над ними не будут издеваться. Это наши люди, которым нужно помочь и помочь нужно всем тем. Будет организована специальная группа по стране, которая должна объединить всех волонтеров. Сегодня пенсионеры остались дома, им некому. У многих нет, либо вообще нет родственников, либо они где-то на заработках и заблокированы не могут вернуться. Некому принести кусочек хлеба, кусочек колбасы и бутылочку кефира, понимаете? Объедините этих всех волонтеров. Вы увидите, какая это будет красота. Завтра я обращусь ко всем экономическим агентам в Бельцах организовать по одному охраннику на улице, потому что, чтобы избежать именно мародерства, организовать перед всеми продовольственными магазинами в Бельцах специальные места, где, например, вот я захожу в магазин там, сейчас там, там раз в день, раз в два дня. Если нет, ходит тот из моих коллег там со списком, кто-то купил в отдельный пакет буханочку хлеба, бутылочку воды, кефир, кусочек колбасы, один шпрот и повесили это красиво на такую специальную длинную какую-нибудь платформу, куда смогут приходить пенсионеры, которые сегодня, скоро люди начнут умирать от голода, понимаете? Я не буду знать, и вы представляете, как это будет красиво, когда каждый из нас, и предлагаю вам это сделать сегодня по всей стране, вадат сама, щи дифрумос вас фи, куам ништя, вадат сама, дежан, ну и даст куева пур симплусам нынщичева, и даст куева авиация стима спреет.